приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и так вы давно ждали выкладку кирпичиков собственного производства на стену вот даю вам отчет два дня я трудилась чтобы показать вам результат конечно сейчас это уже наглядно смотрится посмотрите какая красота получилась и сегодня я расскажу все секреты которые я открыла для себя повторюсь это лично мой опыт никому его не навязываю но думаю что многим он пригодится и так как делать кирпичики вы уже все знаете я покупала вкратце если рассказать силиконовые формы 12 штук покупала гипс ну и один очень интересный аксессуар который без которого я просто бы вот так вот можно сказать не побоюсь этого слова профессионально не положила бы эти и кирпичики я очень благодарна павлу который продал мне гипс по очень приемлемой цене и который подсказал что для того чтобы выложить красиво стену нужны вот такие маячки при помощи этих маячков а я думаю что даже самая начинающая девушка женщина или мужчина не важно кто ну так скажем дилетант сможет выложить вот такую красивую стену самостоятельно которая будет радовать ваш глаз и поверьте лучше вас никто это не сделает не боги горшки обжигают давайте расскажу по порядку открою все секреты во первых изготовление плиточного клея можно сказать по собственному рецепту конечно же я подсматривала на ю тубе много было всяких вариантов но вот этот самый лучший и он этот вариант сэкономил массу денег если покупать готовый плиточный клей который продается и в мешках и готовы в банках в леруа мерлен очень дорого стоит баночки этой вам хватит буквально на несколько кирпичиков и будете тратить деньги получится клей еще дороже чем плитка так что в моем собственном производстве получилось достаточно дешевая плитка и очень дешевый клей ну пожалуй давайте начну рассказ с клея как его готовить и потом покажу попрошу анечку чтобы она все это дело сняла как это делается покажу сам процесс выкладки и так из чего же я готовила клей клей я готовила из финишной шпаклевки витамид лр плюс это фирма кнауф по-моему так называется я не путаю ну в общем это финишная шпаклевка витамид лр плюс и я купила вот такой строительный клей пва вы видите здесь лежит ложка я добавляла короче на глаз чуть побольше воды три ложки столовая клея на меньшее количество воды значит одну столовую ложку клея и так наливаем в емкость воду опять же все на глаз не делайте сразу большой объем вчера я сделала такую ошибку и до трех ночи сегодня клала кирпичи чтобы этот весь клей израсходовать и так вот в такую емкость я сначала наливаю воду кладу ложку 2 там клея ну на вот эту емкость я ложку клея и хорошо размешиваю этой клей в воде затем добавляю порошок витамид до нужной консистенции вот вы видите приблизительно вот такая консистенция должна быть специальным миксером все это размешиваю покажу вам этот миксер покупала на озоне но он продается в строительных магазинах у нас в городе даже дешевле я покупала за 250 рублей он подходит к шуруповерту так что у кого нет дрели приглядитесь к этому миксеру он подойдет к шуруповерту 250 рублей это так скажем нормально но в строительных магазинах можно купить и 190 там я видела и 200 он нужен в приготовлении вот таких смесей и плитку я выкладывала тоже размешивала гипс именно вот этим миксером и так налили воду добавили ложку столовую клея пва строительного добавили финишную шпаклевку витамид и сделали раствор вот такой консистенции обязательно понрав понадобится вам вот такой шпаты для нанесения клея на плитку тоже сэкономит именно ваша ну то есть расход клея будет минимальным за счет вот этих зубчиков вот я уже подготовила вот такими зубчиками лежит клей на плитке и так тоже еще один лайфхак сразу когда нанесли клей на плитку вы положите вот так вот видите у меня здесь целая колонна лежит чтобы на плитке клей немножко подсох тогда он быстро ну как бы схватиться с вашей стеной не будет ехать видите я выкладываю плитку сверху вниз и и естественно если вот этого не сделать не наложить клей на плитку и подождать то плиточка ваша будет вот здесь вот ползти и это неудобно конечно если вы будете ложить снизу вверх возможно ну как бы будет опора первый слой положили он застыл и дальше плиточка сама друг друга друг на кладется и уже никуда не едет я наверное скорее в следующие стены буду класть именно снизу вверх ну а здесь я клала сверху вниз выводила уровень значит вы видите что здесь очень неровный потолок сейчас я вам покажу если вы присмотритесь и посмотрите сверху сейчас я перейду на эту сторону вот здесь вот я даже не доложила вот наглядно видно по уровню сначала расчертила прям брала карандаш и уровень и делала линию четко по уровню чтобы выложить первый ряд плитки первый ряд при плитке это самый важный ряд то есть как вы его положите так будет смотреться вся ваша стена уйдете от уровня будет косо криво как говорится не надо лишь бы живо а нужно сделать все замечательно и хорошо тщательно вымерять вот эту вот этот самый первый ряд вот вы видите первый ряд я сделала по уровню а потом уже дотачивала вот видите насколько потолок неровный там выходит на целую плитку в конце а здесь вот идет на нет на нет на нет и вот этот вот это расстояние там вот вообще уходит на нет то есть вот с того угла я начинала класть и вот так вот такой нет неровный потолок вот здесь кстати на двери я тоже делала выпилы пилица эта плитка очень хорошо ножовкой по металлу сейчас я вам ее покажу здесь у меня инструменты вот она это ножовка по металлу там вот у меня стоит стул с ненужной тряпкой и на этой тряпке я пилю плитку вот этой ножовкой по металлу вот этой ножовкой я сделала выпилы вот здесь вот на над дверью достаточно все хорошо получилось вот очень удачно здесь про тоже вот делала выпил видите подбра хоть это и закроется крепежом но все равно нужно делать все вот немножко выпила видите вот итак давайте я сейчас попрошу анечку и она нам снимет сам процесс как я укладываю плитку и так вот эти штучки они имеют разную видите здесь не квадрат а прямоугольник то есть вы можете сделать шоу вот таким маленьким как делала я а можно сделать пошире тогда вам вот эту штучку нужно положить вот так я же кладу вот так но здесь я просчитала что у меня до плинтуса как раз вот вот эти здесь три ряда получается здесь не нужно сделать более широкий шов чтобы на плинтус не выпиливать плитку поэтому вот эти три ряда я буду класть с более широким швом значит мне нужно вот этот маячок поставить вот так и смотрите как это очень очень удобно то есть ставим маячок здесь прижимаемся вверх вот и такой же маячок ставим вот здесь все теперь нам нужно слегка надавить на плитку иногда она трескается вот вы видите этим же раствором я прям пальчиком вот так замазываю если вдруг клетка треснула она потом все равно будет краситься и вот пожалуйста все она стоит но опять же это нужно она будет не будет у вас ехать если вы намазали и она у вас какое-то время минут 15-10 полежала уже с нанесенным клеем дальше мне понадобится три штучки вот этого маячка а вот они берем следующую плиточку клей на ней немножечко подсох и теперь он быстро прилипнет к стене здесь значит я вот вот здесь вот такой же шов оставлю маленький а верхний шов сделаю большой поэтому мне нужно положить вот этот маячок не вот так а вот так это я делаю для того чтобы мне не подрезать плитку по плинтусу поднимаем вверх прижимаем и здесь ставим на этой плитке чтоб никуда она не делась то есть получается теперь в трех местах здесь шов и здесь шов все прижимаем плиточку и так идем дальше то есть маячки наши вот эти нам не нужно думать что у нас здесь ровно не ровно все у вас будет ровно при помощи вот этих маячков все плиточка прилипла немножечко надавливаем если раствор вылезает убираем его ну потом конечно еще я везде вот по подчищаю специальным инструментом перед покраской до перед тем как наносить плитку на стену стену нужно прогрунтовать обязательно плитку я не грунтовала я столько посмотрела видео на ю тубе и все как один говорили грунтовать плитку друзья мало того что я сама делала плитку сушила ее до теперь не нужно опять ее после сушки не нужно было ее опять грунтовать это значит полностью опускать ее в грунт в грунт жидкий потом ставить ее как-то вертикально сушить это все стекает это просто неимоверное количество времени чтобы это сделать я ничего с плиткой не делала вот я ее отлила из гипса высохла и все я загрунтовала только стену и не грунтованную плитку монтирую на стену потом это все у меня покраситься скорее всего буду красить в белый цвет можно прогрунтовать плитку перед покраской скорее всего я так и сделаю но грунтовать я ее уже буду на стене это очень очень удобно значит теперь по поводу вот этой вот этого рецепта плиточного клея она настолько участвует при встании она настолько крепко держится друзья вот смотрите она просто слилась со стеной я просмотрела видео значит ставят крепят на монтажные гвозди на силиконовый герметик и эти видео набирают столько просмотров но я прочитала комментарии и люди пишут что все потом отваливается поэтому друзья ваш опыт наверное самый самый ценный я делюсь только своим вот посмотрите эта плитка и и не знаю ее только отдирать наверно со стеной это на века и я точно знаю что она не отвалится почему потому что здесь гипс и витамид это тоже скорее всего но основа которая очень хорошо контактирует с гипсом моя плитка просто вросла в стену и ее теперь не оторвать и вы еще сэкономите ваши деньги потому что это гораздо дешевле чем покупать готовый клей развели сколько вам нужно сделали и забыли ну вот теперь я значит это все про грунтую сначала почищу сейчас я покажу еще кстати вам понадобится вам понадобится вам понадобится еще вот такой напильник очень классный не знаю где лёшик его покупал а теперь давайте покажу как я пилю плитку вот этой пилкой по металлу смотрите здесь начинается стена видите да если здесь начинается первый ряд с полу плитки то здесь то нужно отпилить следующий ряд плитка ну и так далее половинка целая половинка целая вот следующий ряд мне нужно нужна половинка что я делаю беру плитку вот у меня видите отколотая плитка ее можно использовать я приблизительно померила вот так сколько мне перепилить вот кладем сверху с ними пожалуйста и пилим по всей длине не вот так вот а кладем плитку горизонтально ну вот отпилилась тонкая была неудачно ну ладно теперь берем вот этот напильник ну вот так вот нужно видите как хорошо можно выровнять можно подкорректировать размер вашей плитки все ну и теперь давайте покажу как работает вот этот шпатель по специально для плиточного клея видите вот эти бороздочки они вам сразу экономят все больше чтобы ничего не вылезала из под плитки может быть чуть-чуть вылезет но это не то количество которое если вы другим шпателем работаете вот он вам равномерно разнес клей по плитке все теперь можем использовать вот этот уже здесь все высохло можем использовать эти же маячки а полежать но я просто покажу что вот начинается ряд с полуклитки конечно полежать но я вот эту тоже другой шов делаешь ничего потом и этот будет на другую это сказал высоту теперь делаешь а другой все анечка спасибо тебе я забыла видишь как ты мне подсказала так на вот эту высоту вот точно не нужно я уже видишь видео снимаю забыла вот треснула плитка видимо неровная стена потом увидите где она треснула просто раствором вернее но в плиточным клеем который мы только что сделали замажем сверху потом она загрунтуется покраситься и никакой трещины у вас видно не будет вот этот ряд мы начали с полу плитки дальше конечно же идет плитка берем нашу высохшую подсохшую уже плиточку есть можно уже снять потому что все схватилась эти маячки здесь мы делаем слух такой маленький здесь делаем повыше это мне нужно для того чтобы попасть под плинтус ну то есть я просчитала что у меня еще здесь ряжь ляжет ряд плитки и мой плинтус вот так вот мы можем скорректировать то есть вы поняли что везде шоу по уже а вот эти три ряда пошире здесь шоу это не будет заметно для глаза это вниз так скажем стены это не на уровне глаз но зато мне не нужно будет выпиливать плитку половинку по всей длине для того чтобы выложить ее в последнем ряду перед плинтусом поэтому я сделал здесь шов пошире вот так что вот благодаря вот этому маячку благодаря тому что здесь не квадрата прямоугольник мы можем как-то подкорректировать ну размер шва и выйти на нужный нам плинтус ну вот друзья я надеюсь вам было полезно это видео сегодня приезжает алексей дмитриевич ремонт продолжится делов очень много делов или дел а то сейчас будут меня там за слова цепляться будем продолжать работать надо будет снимать вот этот вот эти остатки пластика есть разница вот эта стена и вот эта стена это эта стена еще не готова она еще будет грунтоваться краситься в общем красота красивая много новостей у меня накопилось но не снимала видео в общем нужно было торопиться класть плитку но все равно не успела думала выложить плитку чтобы можно было стелить пол но нет там много еще работы стены должны быть готовы чтобы выкладывать пол ну найдем что делать здесь нужно заделать гипсокартоном значит здесь я купила кстати кухню правда кухню купила в москве лёшек будет ее ввести сюда из москвы здесь буду покупать только один пенал высокий и столешницу конечно же все вам покажу расскажу нужно будет демонтировать эту кухню нужно будет проводить нужные мне розетки конечно же их прятать вот так вот я не хочу чтобы они были в коробе я хочу все это запрятать в стену в общем не знаю теперь когда выйдет ролик сегодня пойду встречать лёшика ну и конечно же нужно будет быстро быстро продолжать ремонт все друзья надеюсь вам было интересно надеюсь вы вынесли какую-то полезную информацию для себя буду делиться с вами всегда своим опытом своими набитыми шишками но тут вот пока с плиткой шишек не набила вот берите себе в копилочку не бойтесь ничего все можно сделать своими руками и кроме вас хорошо это лучше вас вернее никто это не сделает всем желаю вдохновения и моверного полета фантазии всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сетникова пока пока